Добрый день! Средняя Азия, Узбекистан, местная кухня популярна как в странах Высшего Советского Союза, так и во всем мире. Он представляет десятку самых вкусных и известных блюд узбекской кухни. Поехали! Мампар – нечто среднее между супом и вторым блюдом. Представляет собой широко нарезанную лапшу с залитым мясным бульоном. Бульон традиционно готовится из баранины и овощей, таких как баклажан, лук, чеснок, перец и морковь. В мампар могут также добавляться зелень и различные пряности. В Узбекистане многие любят мампар, следовательно, у них возникает вопрос. Какого черта ты поместил мампар на десятое место? Все довольно-таки просто. Личная неприязнь. Я с детства не переношу мампар из-за жирности бульона. Но не включить его сюда я просто не мог из-за его популярности в Узбекистане. Представляю, как же сейчас бомбит у мампарников. Да они бомбит у меня! Ты че орёшь? А че они говорят, что у меня бомбит у меня нет бомбит? Я бомбит у меня! Да ладно вам на вкус и цвет товарищей нет. И это чисто мое мнение. Заправочный суп, отличающийся наличием риса. Иногда называется жидким пловом. Суп может быть приготовлен только из риса и овощей, как вегетарианский вариант. Однако самая популярная разновидность супа варится на мясном бульоне. Мостова готовится обжарочным способом, как и многие блюда в Средней Азии. Первым делом обжаривается мясо, обычно это баранина. К этому можно добавить томатную пасту или помидорчики. Когда зирвак готов, а это называется зирвак, то все заливается водой и помытым рисом. Ну и, как правило, картофелем. Мышки-чери. Блюдо, основными компонентами которого являются мясо, рис и маш. Вероятно, наличие Маши и дало название Машки-чери, что переводится как каша из Маша. Логично. Приправляют блюдо морковью и чесночком. Первым делом мясо вместе с лучком и морковью обжаривают на масле. После чего добавляется водичка. Ну а затем уже мытый рис с Машем. После 20-30 минут кипения Машки-чери вполне готов. И его можно уже подавать на стол. Питательное блюдо наполнено овощами и кусочками мяса. Название происходит от узбексового глагола домламод, что означает тушить. Чаще всего домламу делают летом и осенью вперед изобилие овощей. Следуя давним узбекским традициям, домламу стоит готовить на костре. В казане ингредиенты укладываются слоями. Мясо, лук, картофель, морковь, баклажаны, помидоры, болгарский перец и листы капусты. Будут небольшие проблемы с поддержанием огня. В том случае, если вы готовите в старом стиле, конечно же. Вся фишка домламы в том, что ингредиенты должны быть проварены в собственном соку. Без добавления воды. Крышку следует плотно закрыть и тушить домламу около полутора часа. Популярное праздничное блюдо представляет собой лапшу и мясо. Чаще всего мелко нарезанную колбасу из конины, известную как козы. В Нарыне количественно преобладает лапша, приготовленная особым способом. Первым делом тонко раскатанное тесто вынимают, охлаждают и слегка смазывают масло во избежание слипания. Сложив тесто в стопку, тонко нарезают в лапшу. Мелко нарезанное мясо миксуют с лапшой, обжаренную лучком, специями и небольшим количеством бульона. Некоторые заявляют о соперничестве значения Нарына с легендарным пловом. Сегодня будем готовить шурпу. Это проще простого. Изи, изи, реал ток, синкебадзис, мэн. Этот насыщенный, густой суп из мяса и овощей, дающий сил, явно входит в меню первых блюд Узбекистана. Существует несколько вариантов данного супа. Вот самые популярные из них. Кайнатма, диетический вариант, не требующий большого количества обжарки, состоящей из мясного бульона и овощей. Кавурма, с использованием большого количества маслица и возможностью готовки исключительно в казане. Махара шурпа, с добавлением большого желтого гороха под названием нут. Рассмотрим процесс готовки на примере кавурма шурпа. В казане мясо обжаривается вместе с луком и морковью. Далее заливается пара литров воды. По мере готовности мяса добавляются остальные овощи. Блюдо узбекской национальной кухни. Да ладно! Вот это поворот на самом деле. Обжаренное в масле и собственном соку до хрустящей корочки мясо и картошка. Имеются три варианта казанка боба. Бараний, куриный и говяжий. Лично на мой взгляд самый популярный это говяжий вариант. Мясо должно быть заведомо замариновано. Обычно мясо маринуют в луке, помидорах и специях. Маринад ставят в холодильник. Далее в казане раскаляют масло вместе с застывшим жиром. Жир необходимо раскалить до шкварок. Позже шкварки следует вытащить. Дайте мясу приобрести коричневую корочку. Далее залейте водичкой. Тушите мясо минут так 20. Далее добавьте картошки и специи. И закройте все это дело крышкой минут на 10. Стоп, стоп, стоп! Ладно, ладно, это блюдо не является исконно узбекским. Но блин! Оно настолько популярно в Узбекистане, что сердце просто не позволило мне не включить его в этот список. И бронзу он заслужил из-за своей популярности. А мастерство узбекских лавашников растрогает душу даже самых ярых критиков. Гениально! Это шедевр! Ну ладно, перейдем к приятному. Шаурма это блюдо, представляющее собой тонко раскатанное тесто, известно так же как лавашный лист. И свернутое в него содержимое обычно мясо, помидоры, огурцы, лучок, кетчуп, соус, майонез, чипсы, сыр. Короче, все что по вкусу. Мясо должно быть обжарено на специальном вертикальном гриле. Самса. Самое популярное блюдо из теста как в Узбекистане, так и во всей Средней Азии. Самса это своего рода пирожок из слоеного теста, только не обжаренный, а запеченный, что делает самсу более полезно, чем пирожки. В качестве начинки может быть задействовано мясо, куриное, баранье, говяжье или же фарш. Начинка также может быть из овощей. Картошка, кстати, на мой взгляд, это самая популярная начинка для самсы. Тыква, зелень и наверняка что-нибудь еще. Однако внутрь овощной самсы желательно добавить немножечко жирка, чтобы она была супер сочной. В случае с мясной самсой сочности придаст лук. Только вот не надо пихать лука больше, чем мясо и выдавать это за самсу с мясом. Да, иногда самсушки пихают лука больше, чем мясо и получается самса с луком. Ну а если самса выполнена как надо, то все просто божественно. Ну а это тандыр. Своеобразная печь, где готовится самая вкусная самса. Да, законы гравитации тут немножечко нарушаются, потому что самса печется там на потолке и на стенах. Да ну нафиг! Какое еще место, кроме как первое, мог занять легендарный плов? Многие страны, помимо Узбекистана, такие как Афганистан, Турция, Иран и так далее, спорят, чье же это блюдо. Но все же, в 2016 году ЮНЕСКО включил плов, а именно тот вариант, который готовится в Узбекистане и Таджикистане, как нематериальное наследие. Так что же такое плов? Составное блюдо из риса, овощей, специй и мяса. Впрочем, по-моему, это и так всем известно. Мясо, лук и морковь обжариваются и получается зирвак. Позже добавляется вода. Пропорции воды невероятно важны в приготовлении плова. Ну а позже добавляется уже его самый главный компонент. Рис. В одном только Узбекистане имеется несколько разновидностей плова. Ташкентский, бухарский, самаркандский и так далее. Представляете, сколько будет разновидностей плова, если включить все остальные варианты? Безусловно, это самое знаменитое блюдо Узбекистана и заслуживает исключительно первую строчку. А совсем недавно в столице Узбекистана, Ташкенте, установили рекорд Гиннесса по приготовлению плова. Целых 8 тонн. Плов должен быть выполнен по качественному рецепту. Берем сначала укропу, потом кошачью. Нет, 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 я не про этот рецепт говорю. Но если вы захотите послушать рецепт от алкаша, то я оставлю ссылку в описании. В общем, готовьте плов по правильному рецепту. И вот мы прошли по десятке самых вкусных блюд узбекской кухни. И сейчас я бы хотел съесть одну из них. Казалось бы, все очевидно, мы пойдем кушать плов. Но есть одна проблема. Я не люблю плов. Что он сказал? Ребят, хорош багвить. Да, у каждого свои вкусы, я не люблю плов. Как такое возможно? Поэтому я решил выбрать любимое блюдо из списка. Я могу вам тут представить ташкентскую шавуху. Она вообще зачетная, выполнена, блин. Со всей любовью лавашников. Я вам отвечаю. И, в общем-то, сейчас я вам приступлю к употреблению данной шавухи. Это все. Вот это вот пишет богов. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я скушал отборную ташкентскую шавурну. Но есть проблема. Соус все как пакет. А вы понимаете, как же это аморально? Как это ужасно, когда соус оказывается у вас в пакете. И да, еще один совет. Когда вы идете куда-нибудь в ресторан хавать шавуху, не забудьте за собой захватить напитки. Иначе это обойдется вам в копеечку. А так все, конечно же, супер. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь. Если вам не понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ведь дальше лучше. Это были обзоры. Все ссылки в описании.